Весна это время вскрытия рек, очень опасный, напряженный и в то же время зрелищный период для якутян. Лена, главная транспортная артерия региона, просыпается от зимнего сна каждый раз в разные дни. Поэтому предсказать, когда и как пройдет лед, очень сложно. Тем не менее, примерные даты приходится на май, а с середины месяца жители города Якутска становятся зрителями этого масштабного природного явления. Мы сделали подборку самых удобных мест города и окрестностей, где ледоходом можно насладиться во всей красе, при этом быть в безопасности. Начинаем! Табагинский мыс. Самым популярным местом среди жителей Якутска является Табагинский мыс. Отсюда открывается живописный вид на долину реки Лены и ближайшие окрестности. Вообще, мыс является границей между двумя долинами Эркени и Туймада, поэтому на территории проложены популярно у горожан туристические маршруты. А еще, по преданию, здесь встретились прародители якутов Лейботур и Амагойбай, ведь Табагинский мыс является южной священной горой для местного населения. Из Якутска добраться сюда можно на автобусе, далее около 3 километров пешком и вы на месте. Кангаласский мыс. Еще один мыс, только на этот раз Кангаласский. Располагается он в противоположной от Табаги стороне. Каждый год сюда приезжают толпы горожан, чтобы стать свидетелями ледохода, а ехать приходится около получаса, так как мыс расположен в 50 километрах от Якутска. Это самая северная точка долины Туймада, разделяющая ее от долины Энсиэли. Здесь проходит граница якутского городского округа Намского и Усть-Алданского улусов. Располагается много исторических объектов. Отсюда можно увидеть местность воин, где по одной из версий раньше стоял якутский острог, построенный казаками Петра Бегетова. Туристов здесь всегда достаточно, а многие вовсе считают, что это лучшее место, с которого можно обозревать долину Лены. Покровск. Еще один потрясающий вид на ледоход на Лене открывается из соседнего от Якутска города Покровска. В 2020 году здесь полностью обновили набережную, поэтому сейчас гулять здесь одно удовольствие. Только добираться до Покровска придется порядка одного часа, так как преодолеть нужно 76 километров. Автобусы и такси курсируют между городами постоянно. Между прочим, до прихода русских на месте, где сейчас расположен город, был караульный пост Тагиндархана. С высокого мыса открывалась широкая панорама реки, и как на ладони было видно движение по реке вверх и вниз по течению. Так что не зря сюда едут, чтобы сделать красивейшие фото ледохода. 203 микрорайон. 203 микрорайон Якутска – это новейший элитный район, построенный прямо на береговой линии. Здесь действительно приятно прогуляться в любое время года. Но, как показала практика, в особо сложные периоды прохождения Лены из-за заторов здесь скапливается большое количество льдин, которые просто окружают новостройки, создавая необычную картину. Пока непонятно, насколько это безопасно, но лед еще не давал настоящего повода для паники. Хотя эти фотографии могут впечатлить каждого, не правда ли? Микрорайон Даркеллах. А вот еще один микрорайон Якутска, который, к слову, первым попадает в зону подтопления. Ежегодно вода захватывает 16 домовладений, в которых проживает 63 человека. Тем не менее, несмотря на опасную стихию, здесь всегда много желающих увидеть ледоход своими глазами. И не зря. Огромная береговая линия завалена льдинами разной формы и высоты. Фотографии здесь получаются очень красивыми. Это была подборка мест и окрестностей, расположенных рядом с городом Якутском, где открывается потрясающий вид на ледоход на реке Лени. Не забудьте подписаться на наш канал и обязательно оставляйте комментарии, какие еще места могли бы войти в эту подборку. Всем пока!